В июле этого года региональное отделение Пенсионного фонда России начали предоставлять в открытых источниках пояснения касательно ажиотажа, сложившегося с начала этого года во многих регионах страны вокруг так называемой прибавки к пенсии за детей пенсионерам. Эту тему мы затронем в нашей рубрике «Гость в студии». На актуальные вопросы по перерасчету страховых пенсий с учетом нестраховых периодов отвечает ведущий специалист-эксперт отдела назначения и выплаты пенсии отделения Пенсионного фонда России по Республике ТВ Виолетта Анатольевна Кичилу. Здравствуйте. Здравствуйте. Виолетта Анатольевна, что подразумевает перерасчет страховых пенсий? Перерасчет страховых пенсий – это увеличение размера пенсии. Перерасчет может быть по заявлению и беззаявительный. Беззаявительный перерасчет производится ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам за прошлый год. А по заявлению перерасчет производится на основании каких-либо документов. Допустим, если гражданин донес справку о заработной плате, либо какие-нибудь документы от стажа, может донести также свидетельство о рождении детей. То есть это как бы считается нестраховые периоды. Кому положен перерасчет пенсии за детей? Перерасчет пенсии положен тем гражданам, у которых имеются в стаже нестраховые периоды. В частности, это периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Также периоды прохождения военной службы по призыву. Также периоды ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет и старше. А при перерасчете ее важно количество детей? Конечно, важно. Чем больше количество детей, тем больше будет начислено баллов. А за один год периода ухода за первым ребенком начисляется 1,8 баллов. За один год периода ухода за вторым ребенком начисляется 3,6 баллов. За один год периода ухода за третьим или четвертым ребенком начисляется 5,6 баллов. То есть чем больше количество детей, тем больше начисляются баллов. А вот эту систему бальную, объясните, пожалуйста, нашим телезрителям. С начала 2015 года вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2013 года под номером 400 ФЗ. По данному федеральному закону у нас пенсия рассчитывается по новой формуле. То есть страховая пенсия равна количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов, умножается на стоимость пенсионного коэффициента и плюс фиксированного выплата. У каждого гражданина свое количество пенсионных баллов. И эти пенсионные баллы умножаются на стоимость одного пенсионного балла на момент выхода на пенсию. Вот если возвращаться, как быть в случае, если периоды ухода за детьми совпадают с осуществлением женщины трудовой деятельности? То есть просто-напросто женщина работает и одновременно получает? То есть она не сидела по уходу до полутора лет. В таком случае необходимо подать заявление о перерасчете размера пенсии вместе с заявлением о замене периодов работы на периоды ухода. При этом обязательно учитываем требуемый минимальный стаж. Если стажа будет не хватать, то мы не заменяем периоды работы на периоды ухода. То есть в этом случае не обязательно обращаться в пенсионный фонд? То есть кто должен это сделать? Кому выгодно. Работодателю? Нет, нет. Он сам приходит и пишет заявление о перерасчете размера пенсии. Если, допустим, у человека 30 лет стажа, ему как бы можно... То есть, а минимальный стаж у нас 20 лет. То есть, значит, вот эти 10 лишних лет, допустим, можно 6 из них заменить на периоды ухода, если у женщины 4 детей. Четверо детей. Какие документы при этом необходимы? Это, во-первых, свидетельство о рождении детей. Во-вторых, паспорт гражданина и все. И в любой пенсионный фонд по месту жительства можно обратиться? Да, да, да. По месту жительства. Есть ограничения по срокам подачи заявления? Нет, ограничений по срокам законам не предусмотрено. В случае принятия положительного решения перерасчет производится в общем порядке. Это с первого числа месяца, следующее за месяцем обращение. Хотелось бы добавить, что выгодно произвести данный перерасчет тем гражданам, у кого заработная плата была небольшая, большое количество детей, то есть это многодетным матерям, а также матерям инвалидов с детства, либо отцам инвалидов с детства, у кого соответствующее назначение, условия назначения пенсии. То есть обратиться можно вообще в любой период, да? Никаких ограничений по срокам нет? Да, ограничений нет. Велита Анатольевна, какой будет размер прибавки? Размер увеличения пенсии зависит от большого количества индивидуальных факторов. При наличии одинакового количества детей у двух пенсионеров одного возраста в каждом конкретном случае размер прибавки будет отличаться, поскольку это зависит от заработной платы, от трудового стажа и от момента рождения детей. В среднем, если пенсионерка сидела за одним ребенком, год, то ей начисляется примерно 140 рублей. Если она сидела за вторым ребенком и за первым ребенком, то ей начисляется примерно около 300 рублей. То есть это размер увеличения. Как пишут в социальных сетях, размер увеличения от 3 до 5 тысяч – это неправда. Размер увеличения может быть от 10 рублей до 1000. Велита Анатольевна, спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была ведущая специалиста-эксперт отдела назначения и выплаты пенсии отделения Пенсионного фонда России по республике Тыва Виолетта Анатольевна Кичилол.